Оранжевое море, оранжевые дети, оранжевые мамы. Детская песня стала реальностью для жителей Полевского. Из-за их кранах который год течет ржавая вода. Это случилось после запуска новой котельной. Владельцы почему-то не стали устанавливать фильтры. Проблема существует только в отопительный сезон, ведь летом местные вынуждены принимать только холодный душ. Сколько еще им будут мутить воду, выяснял Игорь Бонгин. Горячая вода, очень сильно грязная, ванная не отмывается. Песок, запах неприятный. В этой грязной жиже Евгения даже обувь мыть боится. Не то что детей. Кран приходится протещать раз в несколько дней. Он забивается песком и ржавчиной. Этот осадок уже несколько лет является неотъемлемым компонентом горячей воды. Умываться ею словно в лужу блескаться, жалуются местные. Вот у нас сейчас все профилактика, туберкулез идет. Кто его знает, какая это вода, неизвестно. Никто ничего не проверяет. Все во всем знают. Знает прокуратура, Роспотребнадзор. Все знают, но никто ничего не делает. Дети не помыться вообще никак. Мы, говорю, залазим в ванную и быстренько выходим из нее, потому что совсем-совсем квитанции приносят по полной стоимости. По словам местных, полтаблицы Менделеева в химической формуле H2O появились после замены котельной. Новый пункт построили в 2011 году. И с тех пор из крану в жителей южной части Полевского течет оранжевая водица. По проекту рядом с новой котельной должен был находиться цех химводоочистки. Но предприниматели не стали тратиться, сэкономив и на качестве услуг. В итоге вода сюда поступает прямо из местного пруда, просто нагревается и подается потребителям. Цветная вода поступает в квартиры 20 тысяч потребителей. Она уже попадает в трубы со странными примесями и специфическим оттенком и запахом. На чистоту с владельцами котельной не раз говорили чиновники Полевского и надзорные органы. Однако те по-прежнему умывают руки. Эта котельная, она является единственной котельной. То есть они по сути являются в силу закона локальным монополистом по поставке тепловой энергии и горячей воды. Поэтому с ними и надо и договариваться, и в конце концов их надо заставлять. Раз горячая вода не отвечает нормам, власти муниципалитета пообещали жителям пересмотреть счета за горячую воду. Разницу власти хотят взыскать с котельщиков через суд. Но жителям, исправно платящим коммуналку, все равно приходится раскошеливаться вдвойне. Не желая пользоваться горячей водой из-под крана, они устанавливают водонагреватели. Мотают счетчик за электроэнергию, плачу почти в два раза больше. Куда чище, чем то, что есть. Мне не скупать детей в этой воде, мне страшно мыть посуду этой водой. Дети кушают с этих тарелок. За качеством горячей воды в мэрии следят совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором. Если она станет опасной для здоровья жителей, вентили котельной просто перекроют. Игорь Бонгин, Николай Косарев. Главные новости Екатеринбурга.